привет мой друг в этом выпуске речь пойдет о колесных редукторах как я их сделал почему и из чего сделаны они из 5 миллиметровой стали это был какой-то зеленый забор но железка хорошие выточены четыре корпуса под подшипники кто точил не скажу выточили паршиво потом переделывали мне в другом месте новые у нас проблема с токарями и обработка металла так что было сделано на одном заводе вот эти валы они когда закалили отдали мне вот такие так плевался что там вот шага стране сейчас она хорошо одевается на те валы здесь были мыши могли бегать такие зазоры были халтурщики другого места я долгое два месяца искал кто может мне сделать шестерни и валы в итоге нашел соседнем городе там не сделали я опять расстроился потом мне еще один мой друг подсказал секрет место где работают дедули которые даже мобильных телефонов нет и они мне сделали то что я хотел там такое небольшое предприятие правда я там прожил целую неделю ходил как на работу рассказывал что да почему зачем это и что это будет они мне сделали еще продавал мне этот взяли старый вал наварили потом фрезернули проточили говорю зачем сделайте мне новый так это же денег будет стоить делайте я заплачу сколько надо вот это ступица от фольксвагена посад гольф тройка и так далее а там не знаю этот кусок который был в подшипнике он отпилен расточен сделанный вал на валу есть шпонка это все на прессована и с этой стороны обварено вот так получился вал вал диаметром 40 миллиметров на которой одевается шестерня частыми под цепь 1905 цепь я выбирал италия производитель рулон отечественные даже не рассматривал не будем об этом вот это ведомая звездочка здесь внутри есть шлицы вот это шрус от смарта эта часть идет в коробку вот это было вот такой формы ее проточили это место теперь под сальник она одевается на шестерню и таким способом она приводится фактически полуось осталась оригинальной просто здесь есть про . теперь ровная была под конусом полуось заходит в редуктор здесь стоит сальник вот так она работает по корпусу вот это наружная часть здесь также стоит сальник который трется в этом месте сальник здесь 40 на 72 так же самый сам подшипник он остался оригинальный от того же volkswagen это двухрядный ступочный подшипник 72 на 40 на 37 или 38 как то так ступица вставляется сюда сверху одевается шестеренка ступица полностью посажена часто не одевается только одной стороной так как это все подгоняли не будем об этом кустарном производстве далее у нас идет цепочка подшипник не вставил тоже я этот редуктор то разобрал вот почему куда-то подевался сепаратор я знаю куда он подевался я его нашел и знаю причину этому это случилось на карпатском кордоне так как я участвовал в этих соревнованиях это не соревнование это просто сбор людей и отличное времяпрепровождение куча грязи и впечатлений а причиной этому случилась такая вещь что вот этот болт который стягивает всю конструкцию с этим подшипником задней части он открутился выдавил соответственно эту крышку я заметил что масло подтекало но так как все было в грязи мы ехали я просто забил сюда деревянный клин чтобы эту крышку прижал и так мы ехали вечером я разобрал заметил что болт открученный даже фотографию сделал что произошло болт открутился весь вал вылез тормозной диск уперся в скобу суппорта и себе уже пол диска сожрала об скобу чугун с чугуном хорошо себе дружат этого я конечно же не слышал так и ехал как увидел ужаснулся это могло вылезти целый вал вылезла бы полуось наружу колесо бы отвалилась было бы печаль но спасибо суппорту который удержал тормозной диск его сожрала тут диски приехал выкинул поставил другой но колесо было на месте прям в горах вечером после ужина я как-то открутил вот этих два винтика снял крышку затянули намазал герметиком болт у меня был герметик намазал болт приклеил закрутил его затянул приклеил крышку обратно и после того еще целый год ездил но причину я уже знал так как годом ранее на левом редукторе случилось аналогичная штука болт открутился потерялся после соревнований исходница трофе я приехал отмывал smart смотрю подшипник блестит я туда крышки нету болта нету видимо когда уже ехал назад он открутился отвалился ну закрутил новый болт сделал новую крышку посадил его на фиксатор и забыл об этом я понял что это нужно сажать на фиксатор здесь так как я ехал долго видимо пошел перекос так как это все съехала в сторону и наверное потому и разломала сепаратор других причин не знаю на втором редукторе он целый это все проехала уже более 13 тысяч километров и ездила бы дальше подшипник в принципе крутится так как я снимал двигатель я это заметил чего один хороший уже поменяю два так как что уже тут словакия сказали хорошие крышки нам на подшипники не нужны потому мы их снимем так один есть хорошо крутится все засели партизаны крутится 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 вот и все покажу как это работает тяжелая зараза вот он собственно сам редуктор здесь нет никакого натяжителя ничего вот все что есть это цепь немного провисает она уже немного растянулась и все шастерни кстати износа почти не имеют это сделание не халтурно по качеству не видно там вот эта часть корпуса сварена вот одна пластинка вот это согнута на колени здесь еще одна и здесь согнута задняя часть была ровная к ней также приварены два корпуса подшипника это упор к балке короче эта штука такая монументальная можно ее собрать на место герметик так как это все было сделано реально кустарно иначе это не могу назвать оно все работает меня это радует сейчас кстати в днепре появился человек который осуществил то что хотел я когда-то сделать заняться заняться производством редуктору это очень крутая штука это очень большая ответственность я так и не решился то и тем более не нашел кто мне это сможет сделать изготовить производство может и хорошо я думаю мы еще в будущем встретимся так как я очень хочу автомобиль на редукторах но уже с полным приводом надеюсь что когда-нибудь я себе его куплю пока еще не знаю чтобы я точно хотел потому даже не знаю что сказать однозначно я хочу на редукторах потому что я понимаю что это вещь редуктор тебе позволяет установить колесо большего размера чем штатное и с легкостью его крутить это еще есть очень важный момент тебя минимум 10 сантиметров клиренса зависимости от редуктора ну 10 это минимум вообще начинается где-то с 12-13 сантиметров размер увеличивается клиренс ты ставишь чуть побольше колесо плюс редуктор и получаешь просто космический клиренс еще и легко двигателю это все крутить при правильных передаточных числах их тоже немаловажно здесь передаточное число 156 это хорошее передаточное число как для этого редуктора в зависимости от размера колеса например штатное колесо родное смартовское имело метр восемьдесят окружность а те что я установил имеет два двадцать соответственно из этого размера у нас целых сорок сантиметров добавилось отнимаем передаточные и получаем что у нас прирост к крутящему даже не крутящему передаточным 25 процентов это очень такой хороший вариант видео наверное на полчаса выйдет как будет тяжелая то что даём фиксатор резьбы водопроводная заглушка и гайка стальная вареная это заливная пробка вот здесь просто гайка и болт с медной шайбой это сливная пробка проще уже некуда и это все мне удалось поместить в 14 дюймовый диск вот он размерчик и маленькие колесики у меня еще комплект двадцать седьмых смотрите палец не пролазит это все размеры долго нудно но все же я это сделал четыре года назад сколько она мне жизни ставим на место кстати вес редуктора без тормозного диска 14 килограмм так уж и много термозной диск уже такой подношенный весит два с половиной думаю новый три килограмма также я сделал развальную пластину так как здесь угол был два градуса изготовил такую пластину два миллиметра исход в ноль как лезвие то заморочился здесь она стоит устанавливаем редуктор и крепим штатными болтами вот это сапун он выведен аж под верх моторного отсека просто так натянут этого хватает вставил полу ось и стянул ее длинным болтом можно это все закрыть крышкой теперь дело за тормозным диском специальный болт помечен видите что суппорт иначе не станет залил 150 миллилитров трансмиссийного масла 75 90 какая разница хоть негрол и на негроле ездил все крутится легко можно собирать обратно уперся в пенек сейчас мы пенек заберем домкратиком вот самое важное мне удалось редуктор поместить в диск вот видите расстояние это было крепление заводское что сразу крепилась ступица и выступал диск вот он размерчик там всего-то сантиметр посмотрите расстояние колеса до амортизатора но как заводской нижняя часть редуктора крепится к самой балки двумя болтами десятками насквозь прям в трубе они вот там тот задний закрутить не очень то легко но ничего ну и верхними крепится она здесь очень надежно отвалиться здесь вряд ли что может и все же это держится на задней балке это система додион очень интересная система это тот же мост но который вокруг двигателя и привод уже такими полуосами двигатель стоит на месте а балка это двигается и качается как мост очень интересная система ну и еще немаловажный клиренс 36 сантиметров на двадцать шестых колесах это просто космическая цифра днище здесь ровное сейчас еще не стоит пока защита двигателя потом поставлю но здесь также ровное весь размер вот родное крыло это подкрыльник крыла нету мне москвич в прошлом году снес это крыло был удар сюда пострадала только крыло и москвич колесо осталось целое а москвича пол морды разнесло но было дело надо купить другое а здесь всего-то 10 сантиметров разницы по вылету это и покрышка какая широкая в два раза шире чем родное колесо вот так получилось может и не все рассказал настроение у меня немного грустное так как после установки движка пропала связь с вот этим умным устройством подключал простой сканер тот что ошибки видит и он говорит что нет связи с блоком управления двигателя будем ждать электрика отмыл панель карты все это керхером мыл панель снял все идеально чистое я решил полностью его восстановить вот он гидро ручник это уже второй мой главном цилиндре сцепления honda nissing так это все выглядит стартер крутит насос не качает замыкаешь насос напрямую насос качает это еле открутил болты сгнили снимал целый кожух все помыл почистил здесь все отмыто очищено покрашено поменяно я уже вторую неделю этим занимаюсь немного уже подустал ну чё ж нужно это сделать а вам спасибо за внимание до новых встреч пока извините если голос не бодрый но работы здесь много и иногда нет настроения колесо то крутится пока